Друзья, всем привет! Вы слышите SDCast, 98-й выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кейс Даймон. И сегодня у меня в гостях Олег Шилаев, девелопер-адвокат проекта GrailVM в команде Oracle Labs, собственно, компании Oracle. Олег, привет! Привет! Очень приятно быть здесь. Очень рад тебя слушать. Да, взаимно. Олег, ну по традиции давай, не будем ее нарушать. Расскажи чуть больше про себя вообще, как ты давно и чем занимаешься, как попал в наш славно айтишный мир, ну и как ты вообще пришел к тому, чем вот сейчас там рассказываешь, проекту и вообще своим занятиям. Да, конечно. Началось это все давным-давно в Эстонии. В Эстонии я учился в школе, и потом я поступил в университет. Удивительно, но до поступления в университет я программированием не занимался. Я знал, что существует интернет, я знал, что можно там какими-то дискетами переносить с компьютера на компьютеры игры, что там где-то есть HTML, и вот. И почему-то я пошел в университет на ИТ, и там начал программировать каким-то образом в Тарту в Эстонии. Хороший университет, мне очень нравилось. И после этого, со второго курса я пошел работать программистом в контору, которая называлась WebMedia. Это такой Java Shop, который делает разработки для паблик-сектора в Эстонии, там, прайват-сектор, телеком, прочее. И мы разрабатывали какие-то инфосистемы. То есть я был такой типичный веб-программист на Java. Это был где-то 2007-й, мне кажется. После этого я ушел в компанию PlayTech писать онлайн-гейминг-платформу, и это было уровнем ниже, чем веб-разработка. И это было очень прикольно. Мы там делали свои какие-то фреймворки, мы там запускали какие-то треды. Но уровень ниже, в смысле, не по качеству, а именно потому, что более глубинный, более низколежащий, да? Да, 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 более низколежащий, то есть он от типичного веб-приложения перешел в уровень своих фреймворок, там, какие-то конкуренции issues, у нас там треды ворвали переменные, там, какая-то нагрузка была, были специальные машины, которые стояли в подвале и генерировали рандом, прям трушный рандом. Было интересно. Классно. После этого я перешел в Zero Turnaround, где мы делали GG Rebell, X Rebell, Live Rebell в то время еще, то есть еще уровнем ниже, то есть до уровня Java-агентов, как бы спускаясь ниже и ниже. А потом в один прекрасный момент в Zero Turnaround возникла такая необходимость в более маркетинг человеке. То есть нужно было поддерживать блог Rebel Labs, который разрастался и который становился более популярным, нужно было генерировать туда контент интересный, нужно было настраивать каналы в экосистему, в комьюнити. И каким-то образом я туда попал. То есть меня спросили, интересно ли мне это, и мне казалось, что я достаточно социальный человек, что мне интересно встречаться с людьми, разговаривать с людьми, выяснять, какие у них проблемы, помогать им решать их проблемы. И я согласился. Оригинальная постановка задачи была такая, что я один день в неделю буду программировать. А остальные четыре дня, соответственно, писать что-то, да, там где-то? Ну, соответственно, четыре дня в неделю я буду заниматься маркетинг, девелопер, адвокатсии и прочее. Но, соответственно, конечно, так ничто не работает. Во-первых, когда ты четыре дня в неделю делаешь что-то, у тебя становится так много задач, что у тебя не хватает времени. Соответственно, и ни в каком проекте на один день в неделю никакой разработчик тоже не нужен. Ну, логично, да. И потому что это просто overhead management, это у одного человека будет гораздо более невнятный, чем его выхлоп. Вот. И, в общем, я стал полностью девелопер-адвокатом. Потом наша команда немножко разрослась. Там был Сайнмен, Мейпл, Антон Архипов. И у нас была классная команда девелопер-адвокатсии в Zero Turnaround. А потом осенью прошлого года или зимой прошлого года Zero Turnaround купили. И, соответственно, я стал смотреть по сторонам, куда бы пойти. И Томас Вуртингер, мой сейчас менеджер, который директор и лид проекта GraalVM, предложил мне прийти вот в проект GraalVM. GraalVM – это, если вы не знаете, такая виртуальная машина. Такой рантайм для запуска программ на разных языках программирования. Это очень интересный рантайм, очень интересный проект. По уровням еще ниже, чем, скажем, Java Agents. Это прям сама виртуальная машина. То есть я продолжаю свое путешествие как бы... В глубины, в глубины, так сказать. По уровням абстракциям все ниже и ниже. И, мне кажется, дальше я пойду там в ассемблер. И, может быть, в какой-то момент буду щипчиками пирамидки из песка на платах организовывать. Нет, скорее всего, нет. Но именно примерно таким путем я докатился до того, что я девелопер-адвокат в GraalVM. Это очень интересная технология, очень интересный проект. И, мне кажется, это та технология, которая в ближайшие годы будет становиться более-более известной, более популярной и полезной. До этого у меня было достаточно приличное время, где-то 7-8 лет программирования и немножко другого маркетинга. Как бы это вот в Zero to Renown. Ну, понятно. Ну, мы как раз сегодня, собственно, основная наша, так сказать, тема вообще беседы, да, это GraalVM, конечно же. Вот. Сейчас мы про него поговорим. Знаешь, но единственное, что хотел вот еще немножко такой момент спросить. И как раз-таки ты вот рассказывал, как что в Zero to Renown появилось понимание, что нужно вот это какая-то, так сказать, там девелопер-адвокат деятельность, да, то есть какая-то популяризация. И вот немножко про это хочется поговорить. Но, может быть, начиная оттуда и там в Oracle сейчас как в продолжении, в общем-то, этой темы, да, насколько вот, ну, как немножко, знаешь, не знаю, как вообще развивалось это направление. То есть раньше, вот там вспомним, там 5-10 лет назад, никто, ну, во-первых, очень мало кто делал, не, ну, наверное, кто-то делал какие-то вот эти, так сказать, там фреймворк-продукты для программистов, да, такие, то есть не конечные продукты там для поиска, а вот что-то такое для разработки сопутствующих. Но вот такой активности какой-то публичной особо не было. То есть, ну, как бы делали, но где-то как-то кто-то находил, я уж не знаю, там, спасибо Google или еще чему. Но в какой-то момент, вот, мне кажется, как раз-таки это примерно там лет, ну, уже, наверное, лет 7-8 назад, стало вот очень активно набирать обороты вот это направление, когда компании поняли, что, да, мы делаем продукт для программистов, но мало просто его делать, там, как-то в Гугле, там, не знаю, в поиске находиться, да, что нужно еще провести какие-то активности. То есть, там, первое, это самое очевидное, да, там, писать блоги постоянно о том, кто мы такие, зачем мы, что и как, ну, и вот прочие сопутствующие штуки. Вот расскажи немножко, как в твоем случае, как вот, ну, вот, по твоим ощущениям, как это происходило, зачем это нужно, что это дает в кандалу или как вот, как увидеть результаты этого, ну, то есть, как это все развивалось, просто интересно тоже послушать. Да, это очень хороший, интересный вопрос. Тут надо, после того, как я поговорил про себя, нужно отметить, что я не являюсь Spokesperson Oracle, и все, что я говорю, это мое личное мнение. Да, дисклеймер, забыли. Да, нет, ну, это действительно, на самом деле, важно. Мне кажется, мне кажется, в какой-то момент индустрия ИТ поняла, что основой всего, основой всего нашего мира являются разработчики, правильно? Потому что это именно те люди, которые творят, которые создают продукты, которые приносят бизнес-вэллю, которые являются, как бы, в центре вот этого бизнес-процесса, который начинается с какой-то проблемы и заканчиваются каким-то решением, которое кто-то покупает, использует или каким-то образом оно в жизни используется. И разработчики — это такая очень немножко странная порода людей, и я говорю, это основываясь на своем долгом опыте разработчиков, не очень долгом, но на своем сколько-то лет я был разработчиком, мне кажется, разработчики немножко как тинейджеры. Они постоянно сидят в интернете, и у них очень четкий фильтр на различную маркетинговую чушь. Точно так же, как ты приходишь на сайт, прошу прощения, и ты автоматически блокируешь какое-то видение рекламы, даже если она просочилась через этот блок. Наш мозг, скорее всего, даже ее не замечает. Ну да, есть такое. Хорошо, там что-то бликает, что-то там мигает, просто выключается, ты даже не видишь, что это. Вот. Точно так же, мне кажется, разработчик очень четко чувствует, когда с ним разговаривает другой разработчик, когда с ним разговаривает технический человек, который понимает, что проблемы, понимает процесс, понимает горе, беды, понимает, каково это все время смотреть на эти красные тесты, которые за дня в день красные не работают, а как только они становятся зелеными, ты заканчиваешь тачку и начинаешь пялиться в другие красные тесты. Как бы вот понимает будни разработчика проблемы и понимает, как много нормальные и обычные люди о работе программиста не понимают. Вот. Поэтому обычный маркетинг-ктуки и обычный маркетинг-подходы к разработчикам очень часто не подходят. Поэтому для того, чтобы продавать продукт для разработчиков, в том числе платформы, где-то как бы те же самые, где-то лет вот 7 назад, 7 лет назад, начался большой процесс по переводу приложений в облако, в различные облака. Ну, я не знаю там, насколько точно. И стало понятно, что для того, чтобы твоим продуктом пользовались разработчики, тебе нужен канал связи с этими разработчиками. Тебе нужно, чтобы они тебе верили, тебе нужно от них понимать и принимать обратную связь. Тебе нужно свои продукты делать лучше для них. Причем не просто так, как тебе, как художнику, видится, что, о, давайте сделаем вот так. А на самом деле посмотреть, как они используют. В общем, с разработчиками нужно дружить. Если ты с разработчиками дружишь, и они верят тебе, что ты тоже разработчик, что ты делаешь продукты не просто, чтобы с них собрать денег, а чтобы всем было лучше, то, соответственно, они начинают использовать эти вещи. Ну, чем больше твоих вещей использовать, тем проще тебе получить какой-то фидбэк и сделать их еще лучше. И получается такая спираль позитивного обратной связи, позитивной обратной связи. То есть, чем больше ты это делаешь, тем лучше ты это делаешь. Чем лучше ты это делаешь, тем лучше твоему бизнесу в основном. И, соответственно, все компании, большинство компаний, у которых есть какие-либо предложения, типа облако, платформы, фреймворок, стали задумываться о том, что маркет-шерк разработчиков, которые используют и знают об этом, это очень важный ресурс. А так как маркетинг-татюки не работают, нужно, чтобы были люди, которые умеют с разработчиками говорить на их разработческом языке. И это именно те девреллы, дев адвокаси, дев адвокаси люди, те люди, которых когда-то называли евангелистами, потом перестали из религиозных каких-то коннотаций этого слова. Вот. И так это началось. Это началось в Амазоне, это началось в Майкрософте, это началось в Гугле, это началось в Оркле, это началось у всех, у кого есть какие-то предложения облаков, даже у маленьких компаний. Это все всяческие платформы типа Twilio, там, СМС-ки и любой сервис, который позволяет что-то построить, который позволяет какой-то API. Им выгодно иметь какую-то команду Теврелла, чтобы разработчики знали и пользовались их продуктом. Соответственно, как бы, если твой продукт очень хорош, ну, прям, супер хорош, он может сам продаваться, как горячие пирожки. Угу. Да. Когда-то лет семь назад я так думал, что Джеребель будет продаваться сам, как горячие пирожки. Вот. Оказалось, что если ему помогать продаваться, то он продается гораздо лучше. Лучше. Как, я не знаю, как Тесла там или что-нибудь, что сейчас хорошо продается. Вот. Такая вот работа у Теврелла. Ну, понятно. Ну, то есть, на основном деле тут две вещи. Теврелл – это канал между разработчиками и командой. То есть, одна вещь, которой я, например, лично занимаюсь, пытаюсь донести информацию из команды в комьюнити, которые могут использовать вещи. То есть, это различные документации, различные твариалы, демы, что умеет Гральвием, например, что умеет делать, как его использовать, какие юзкейсы, может быть, интересные. А второе – это передать какую-то информацию из комьюнити о том, что он мог бы уметь делать или как его люди хотят использовать или где нам и что надо сделать лучше. И это второе направление от экосистемы назад в команду, оно не менее важно и про него достаточно часто забывают. Ну да, слушай, ну это тоже как бы не отменяет там простых каких-то там багрепортов, там, иши и прутрекеров, но вот именно больше какие-то концептуальные вещи, то есть, где-то вот пообщаться, реальный фидбэк от разработчиков, что ему там неудобное 5, да, ребята, но вот так никто не делает, вот, ну что-то такое, да, вот в таком плане, то есть, в том числе. Конечно, и это очень важно. И из-за того, что вся вот эта DevRel экосистема построена на культах личности, на персонах, на публичных профилях и каких-то индивидуальных людей, у проектов получается как бы какое-то человеческое лицо. Соответственно, если я буду хорошо делать свою работу, то у каждого, кто захочет каким-то образом поговорить с командой GraalVem, они будут знать, о, мне надо написать Олегу, там есть Олег, и я к нему могу достучаться, и он мне поможет, и он понимает меня как разработчика, и я, да, если они еще будут думать при этом, что я достаточно умный, то это вообще классно. Это плюс. Понятно. Ну, им надо просто быть достаточно уверенным в том, что ты как бы в твоей компетенции, что ты сможешь понять и интерпретировать их проблему, вопрос, так сказать, и там донести дальше куда-то. Да, и перевести на язык команды, и, соответственно, информацию от команды перевести с языка людей, которые разрабатывают компиляторы по жизни, на язык людей, которые разрабатывают какие-то веб-компоненты по жизни. Ну, да, да, немножко, даже программисты все равно, они получаются немножко разный уровень, то есть одни там больше это, кто использует продукты, это в конечном итоге какие-то, ну, там, прикладные программисты, то есть они там занимаются прикладными задачами. Да, люди, которые разрабатывают софт для этого, тот же сам там на Гральве, это несколько другого уровня программисты, и им вот эти все формочки, там, UI, не знаю, там, крат, им даже это в некоторых случаях может быть совсем неинтересно. Они такие, да, ребят, ну, слушайте, мы тут компилятор пишем, у нас тут синтаксис грамматики, там, пятое-десятое, там, стейки, а вы тут там какой-то там формочки, вообще не знаю. То есть это тоже есть такой, мне кажется, есть проблема, то есть даже программисты, на самом деле, не всегда могут, ну, они, конечно, оба технически грамотные, с одной стороны, но, с другой стороны, их уровень их интересов и вот этот, может быть, пласт технического понимания одного и того же продукта может быть несколько разный. И вот тут тоже как раз-таки твоя, наверное, мне кажется, задача имеет большое значение, вот этот вот перевод, так сказать, транспайлинг, скажем так, вопросов, ну, и ответов, наверное. Да, обеспечение внятной и успешной коммуникации между различными сторонами, которые задействованы каким-то образом в жизни проекта. Ну, да, да. Ладно, давай, наверное, это, я думаю, еще мы всякие аспекты этих developer relations штук осветим в процессе, наверное, но хочется перейти, наверное, к главному, к RLVM. Давай, наверное, еще раз для тех, кто вдруг там не слышал наших слушателей, что это такое. Мы немножко, кстати говоря, скажу, что там пару выпусков назад буквально у меня в гостях были ребята из Excelsior Jet, я думаю, ты их знаешь прекрасно, там Никита Липский, в общем, Иван Углянский, вот, Павел Павлов. Да, конечно, знаю. Они очень-очень умные люди и очень классные. Я надеюсь, я могу называть их друзьями, и они очень хорошие инженеры. Да, я думаю, что мы можем спокойно им передать привет, так что если вдруг они нас послушают, то они порадуются, улыбнутся, и уже приятно будет. Вот. Ну, мы немножко затрагивали тему, так сказать, что это такое, там, когда перечисляли, какие-то обсуждали, какие бывают виртуальные машины, да, но давай, тебе, наверное, тут уже, так сказать, твой выход, что же это такое вообще, зачем оно нужно, кому? Да, отлично. Граль ВМ – это виртуальная машина, которую запускает, это полиглот-виртуальная машина, встраиваемая с высокой производительностью. Что это значит? Это такая виртуальная машина, которая может запускать программы, написанная на разных языках программирования. Сейчас поддерживаются JVM-based языки, различные, все, что компилируется в JVM-bitecode. Kotlin, Scala, Groovy, Java и так далее. Ну да-да-да. У нас есть поддержка JavaScript, Ruby, Python, R, и у нас есть поддержка всего, что компилируется в LLVM, через LLVM. Все эти языки, все эти программы могут запускаться в различных сценариях дипломента. То есть, гра ЛВМ может запускать их на базе OpenJDK, то есть как в контексте JVM. Можно запускать в контексте Node-приложения, и там будет, на самом деле, нормальный Node со своим event loop, со своими signal-хендлерами. Просто внутри этого приложения можно использовать программу на Python, например. И таким же образом гра ЛВМ может запускать эти программы встроенные в базы данных, например, или в какие-то нативные приложения. У нас есть какие-то экспериментальные билды урокловской базы данных, конечно. Ну, конечно, да. MySQL, и плюс какую-то часть приложений гра ЛВМ умеет компилировать в... Там есть специальная утилита, которая может компилировать это приложение в нативный как бы executable бинарник, в экзешник такой, который потом будет запускаться. Соответственно, в разных вот этих контекстах выполнения программы там, соответственно, есть свои какие-то идеосинкразии, свои какие-то мелочи и коронер-кейсы, но, в принципе, программы могут запускаться одинаковым образом, и они будут проходить через все одинаковую структуру компонентов, компилятор, как язык, как программа интерпретируется, какое у нее внутреннее представление и так далее, какие оптимизации к ней предполагаются. Вот, во всех этих контекстах. И, так сказать, обещание Гра ЛВМ, что все эти программы на всех этих языках можно запускать с высокой производительностью. То есть Гра ЛВМ хочет быть самой быстрой виртуальной машиной, самым быстрым фантаймом для запуска программ на вот всех этих языках. И в данный момент это в той или иной степени является справедливым. Это достаточно непросто, и тут не очень легко сказать, что быстрее или что медленнее, особенно в контексте полностью как бы рантайма для языков программирования. Потому что всегда можно подобрать какие-то микробенчмарки или какие-то игрища компиляторов, где определенный рантайм будет просто лучше. Или из-за того, что он просто действительно лучше, или из-за того, что просто он на данной конкретной бенчмарке показывает лучший результат. Ну да, это такой непростой вопрос. Но, 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 что Гра ЛВМ, из-за чего Гра ЛВМ состоит, да, может быть, или нет, не так. В общем, Гра ЛВМ запускает программу, этот весь процесс идет. Это проект, который был в академической разработке достаточно долго, лет 7 или 8 сейчас. Началось все с того, что люди стали писать Граль-компилятор, такой новый компилятор, который в то время, в то время был, он и сейчас новый, а тогда он был совсем новый в академической разработке. И на базе его стали потом нарастать различные поддержки различных языков, фреймворка для создания интерпретаторов языков, различные среды выполнения, как это все встраивать, различные отдельные оптимизации и так далее. Слушай, ну вот сейчас мы, наверное, углубимся, ну пойдем уже дальше, кстати, там из каких-то компонентов что-то стоит, но вот в целом как бы история, да, то есть основная идея, вот из чего он появился, просто это компилятор какой-то академический, ну просто, так сказать, PHD кто-то захотел там новый защитить, или вот как пришло к тому, что давайте будем разные языки, вот этот интероп, вот все же цель была, вот как одна из ключевых каких-то, или что-то другое? Да, честно, меня там не было, но вообще суть, как бы, GraalVem это такой проект, который разрабатывается в основном в Oracle Labs. Oracle Labs это Research and Development Department внутри Oracle, то есть это набор людей, которые занимаются день и ночь тем, что они делают какие-то научные разработки, они двигают в эту науку, они выясняют, что мы можем сделать, как, в принципе, в статистической точке зрения, в Computer Science, как мы можем лучше написать вещи, и потом в какой-то момент эта технология потенциально конвертируется в продукты, которые потом индустрия может принять, и которые, ну, в лучшем случае принесут благо, как бы, компании Oracle, правильно? Ну, конечно, да. В лучшем случае принесут благо всем, в Return Investment сценарии принесут просто назад Return Investment Oracle. То есть это такой академический департамент, где люди делают науку, где люди пытаются понять, как бы, что нового, и как лучше сделать вещи. Вот, и да, началось все с того, что можно лучше сделать компилятор. После этого стали думать про то, как можно этот компилятор приспособить для различных языков программирования, как можно делать суппорт для языков программирования так, чтобы не писать оптимизирующий компилятор руками, чтобы оптимизирующий компилятор как бы генерировался в рантайме с помощью каких-то специализаций интерпретатора или еще чего-то. Какие вещи, какие специальные оптимизации, какие как бы крюки внутрь компилятора нужны, скажем, для такой фреймворки для различных языков. И все это, ну, это все новые вещи, про которые изучались, про которые писались, академические статьи, они публиковались где-то, и вот в этом году только началось движение по выталкиванию Кральвем как продукта, как каких-то, как проекты, которые можно использовать в индустрии. То есть не просто как академического проекта, который имеет интерес для университетов и для каких-то там ресерчеров, или для кого-то, кто пишет там докторскую, потому что им захотелось написать там новый компилятор, а для обычных разработчиков, которые вот хотят использовать какой-то рантайм, чтобы запускать там свои программы на Java или на скале. Да, а потом вот эта идея, так сказать, вот кросс-компиляция, она, так сказать, уже стала как следствие немножко тут решила, давайте попробуем еще и вот так, то есть в процессе разработки каких-то мыслей, да, появилось, вот интероп, потому что интероп, вот как мне лично, ну там высокоэффективно, это все хорошо, сейчас все там стараются говорить про эффективность, про и прочее, но вот это там можно, ну скажем так, любые другие проекты, они тоже, в общем-то, это преследуют, все так иначе цели, а вот тут вопрос именно такого интеропа между языками довольно-таки интересная штука и тоже вот хочется вот эту концепцию немножко, так сказать, обсудить. Да, концепция интеропа. Как GraalVM работает для вот различных языков там динамических, JavaScript, Ruby и так далее? То есть маленькое такое отклонение буквально на одну строчку. Для JVM есть языков, для байт-кода. GraalCompiliator просто втыкается в JVM с помощью JVMCI. Это такой интерфейс для компиляторов, которые встроили в девятку через JEP243, то есть там специально просто сделали специальный интерфейс, через который можно подключить компилятор, который будет принимать от JVM-а байт-код и назад отдавать машинный код. Вот все. То есть для JVM-бэйс-языков как бы каждый, любой может написать свой там сторонний компилятор, его подсунуть, как бы, и оно будет работать. Вот. Через этот JVMCI-интерфейс GraalCompiliator работает для JVM-бэйс-языков. Соответственно, в контексте JVM. Вот. Для остальных языков там более интересный процесс. Есть такая фреймворка, называется Truffle. Это фреймворка, которая подставляет API для создания интерпретаторов для языков программирования. То есть там есть какие-то концепции типа ноды и типа там детей этих нодов, и ты можешь сам построить парсер, который будет принимать твою программу и возвращать какие-то объекты, описанные на Java, которые будут использовать вот этот Truffle API. С помощью этого API ты можешь построить интерпретатор, то есть как мы делали там в университете или в школе, ты можешь построить Abstract Syntax 3 и по нему пробежать и, так сказать, свою программу интерпретировать. Ну да. То есть у тебя есть дерево, ты вычисляешь одну ноду, для этого ты вычисляешь значение детей и потом прикладываешь операцию к значению детей. Вот. То ты интерпретируешь свою программу. Когда у тебя твой интерпретатор написан с помощью API Truffle, во время такой интерпретации он начинает компилировать твое дерево в более эффективную версию твоей программы. Он начинает специализировать его. То есть, грубо говоря, у тебя вот этот Abstract Syntax 3 состоящий из разных нодов. Когда ты его интерпретируешь, Truffle запоминает информацию про типы, информацию про профили, какие ветки были выполнены, какие ветки не были выполнены. Потом это дерево как бы типизирует и скукоживает. То есть у тебя вместо, скажем, четырех нодов может появиться один такой как бы виртуально большой нод с имплементацией операций, описанной на Java. То есть, потому что интерпретатор был написан на Java. И потом код этого интерпретатора отдается в Grail-компилятор и он там снова компилирует его как Just-in-Time компилятор. И он компилируется еще раз. То есть, для создания, поддержки языков тебе нужно создать дерево. Грубо говоря, интерпретатор. Деревьев, программ, написанных на языке. Соответственно, когда у тебя есть такие интерпретаторы для разных для разных языков, ты начинаешь понимать, что достаточно многие концепции языков, они примерно одинаковые. У тебя есть какие-то объекты. Объекты могут получать какие-то сообщения и на них каким-то образом реагировать. Например, ты можешь послать сообщение, что на данном объекте нужно вызвать какой-то метод или функцию. Или ты можешь послать сообщение, что узнать, есть ли у этого объекта какие-то ключи и значения. Ну, грубо говоря, филды у тебя или поля там в JavaScript объекте или там в питоновском объекте. Ну, как бы да. Да. Или какие-то объекты у тебя представляют собой массив. Вот. И, то есть, все интерпретаторы языков, они построены таким образом, что внутри объекты представляются с помощью API трафла. То есть, все объекты всех этих языков они внутри с точки зрения фреймворка. Они выглядят одинаково. Соответственно, их можно одинаково использовать. Соответственно, их можно мешать между собой. Ну, да, я как раз к этому и понял, что как бы за счет унификации внутреннего представления и использования вот этого единого фреймворка там трафла, ты можешь разные ноды вычислить на разных языках, а уже их результат, поскольку он у тебя в унифицированном виде, уже, собственно, дальше ты там опять в чем угодно можешь его там условно говоря выполнять. Соответственно, можно пересылать объекты из одного языка программирования в другой и их использовать в той программе, потому что их внутренние представления одинаковы. То есть, у них один и тот же протокол доступа к информации, которая закодирована в этих объектах. Там есть немножко какие-то разные вещи, но в общем и целом трафл как фреймворка, она обеспечивает вот этот интероп. и она обеспечивает то, что ты можешь мешать языки и передавать информацию в разные языки. Плюс из-за того, что у тебя внутренняя репертуаристация языков и программ она одинаковая, ты можешь делать кросс-компиляцию через, то есть, ты можешь инлайнесть между языками, например. У тебя нету жесткой границы, что вот этот кусочек у меня написан на одном языке, а вот этот кусочек у меня написан на другом языке. У тебя просто, грубо говоря, если представить себе на уровне abstract syntax 3, то у тебя просто идет вызов там в другой какой-то язык и рантайм до лампочки какой-то язык. И, соответственно, когда ты скукоживаешь это дерево и потом инлайнишь это все через разные ноды, ты можешь добиться гораздо лучших результатов, чем любой другой подход, где у тебя есть четкая граница между языками. И это очень интересно. недавно, ну как недавно, у нас есть имплементация R-языка в GraalVM, у нас есть поддержка R, и мы недавно смотрели на пример какой-то бенчмарка, не помню точно, что он делал, у нас есть блокпост про это на medium.com slash GraalVM, и там можно про найти этот пост. Ну мы добавим ссылочки обязательно, да, конечно. Да, найти этот пост. Вот. R как язык, он не считается очень быстрым. Он выразительный, он очень динамический, там можно, одна строчка может там значить что угодно, там операторы могут быть сверложены, и ты когда смотришь на программу, ты на самом деле можешь не знать, что именно будет запущено. Вот. Поэтому, как во всех динамических языках программирования, что ты делаешь, когда тебе важен performance? Ты вводишь какие-то native extensions, ты переписываешь какие-то критические грузки кода на каких-то языках, которые нативные, которые компилируются во что-то внятно, и которые быстро запускаются. В R, например, достаточно много Fortran. Вот. В бенчмарке, которую мы запускали, там одна критическая секция была переписана на Fortran для performance. Вот. И когда мы, допустим, запускали просто эту версию, то есть имплеменация R на GralveM была там в сколько-то раз быстрее R. А если переписать этот кусочек Fortran в R, то есть если обеспечить компиляцию туда внутрь этих вложенных циклов, которые там отусускаются миллионы раз, то тогда там этот прирост производительности вырастал там что-то в 30 раз или что-то такое. Нормально. То есть из-за того, что мы можем больше компилировать, из-за того, что Grail компилятор это очень хороший компилятор, вот такие случаются интересные перформансы на Мали, когда уход в нативный код, например, на самом деле не прибавляет производительности. Интересный, кстати говоря, вариант такой, пример, точнее, обратного, так сказать. Обычно, наоборот, всегда, когда ты уходишь в native, всегда это прирост ради прироста, а тут видишь, ну опять там, тут, видимо, за счет компиляции как-то все это достигли. Ну, да, но и это не совсем стопроцентно прям пример такого случая, про что мы говорили, там, где интероп, где компиляция идет через барьер различных языков, потому что мы все-таки приписали этот фортран на R. Ну да, да. Но, например, когда вот мы Ruby Extensions запускаем, Ruby Extensions идут через компиляцию в LLVM Bitcode, и LLVM Bitcode запускается на GRLVM через наш интерпретарь LLVM Bitcode, и там компиляция идет между Ruby и вот этим LLVM, она как бы единая, то есть там происходит компиляция через границу языка. Интересно. Вот. Насколько это быстрее, чем запускать нативные Extensions на нативных языках, я сейчас не могу сказать, но это приносит результаты. Наш Ruby достаточно быстрый, очень быстрый, быстрее всех Ruby. Ну хорошо, ладно. Allegedly. Давай еще, знаешь, мы как-то так уже ушли там в трюфель начали рассказывать, наверное, еще давай давай все же чуть откатимся назад, вот из каких в принципе компонентов состоит проект, да, вот наверное в начале как-то мы не сказали, что есть вот трюфель фреймворк, есть VM, которые там сабстраты, да, ну расскажи, в общем, чтобы так представлять в целом как бы проект, из чего он, какие компоненты, архитектура так глобально, в общем. Да, 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 это очень хороший вопрос. Можно это посмотреть, если вы хотите посмотреть, если вы лучше учитесь глазами, а не ушами, то можно посмотреть на GitHub, но сейчас я не буду открывать, я по памяти буду говорить. Из чего состоит проект Graal.vm? Graal.vm состоит как проект из, в первую очередь, компилятора Graal, который компилятор, который может быть использован как JUT, так и ahead of time. это фреймворк и трафу для имплементации именно интерпретататоров, это SDK для полиглот программ, то есть там сидят какие-то классы и типа там значений или там контекст, чтобы когда ты пишешь программу на разных языках, ты мог, у тебя были какие-то объекты, чтобы работать с этим полиглот миром, то есть это Graal.sdk в основной репозитории Graal, который GitHub Oracle Graal, там сидит проект Sulong, который интерпретател LLVM биткода, остальные интерпретателы для языков, поддержки языков, они раскиданы по другим репозиториям Graal.vm slash Graal.js, где сидит наша имплементация JavaScript Graal.vm Graal.piton, Oracle Truffle.ruby для Ruby и Oracle FastR для R. То есть там есть ряд языков, интерпретателы для языков. Что там еще есть? Там есть один такой маленький язык программирования, написанный на Truffle, называется t-regex, это имплементация regex, которые написаны на Truffle, и там есть такой компонент называется Substrate VM, которая имплементация небольшой тоненькой виртуальной машины, написанной, компонентов виртуальной машины, написанной на Java. Она используется исключительно для создания вот этих вот стендалон нативных образов, которые запускаются, когда ты компилируешь свою программу ahead of time. То есть берутся классы твоей программы, берутся JDK классы, dependencies, берутся вот эта имплементация виртуальной машины Substrate VM, и все это компилируется граилем ahead of time в машинный код. В результате получается такой блок, такой бинарный файл, и из Substrate VM, например, приходит имплементация garbage collector. то есть твоя программа предполагает, что память бесконечна, что можно аллоцировать объекты, и память никогда не закончится. Соответственно, что-то должно делать так, чтобы память никогда не заканчивалась, и чтобы умершие объекты собирались. То есть так как программа сама этого не делает, соответственно, ну и никто не пишет программу на Java, занимаясь тем, что давайте аллоцируем здесь память для одного объекта, где-то должна быть имплементация garbage collector, например, и других каких-то примитивов, которые виртуальная машина предлагает. Например, как трейды работают, или потоки, или где код cache сидит, еще что-то. И такие вещи имплементированы в Substreet VM, которые используются для вот этих executable бинарников, экзешников. Вот. По-моему, это все компоненты сейчас, которые есть, которые там есть. почему? Потому что сердцем всего проекта GralVM является, конечно, компилятор. И компилятор это то, что позволяет каким-то образом во всех контекстах зависит. То есть, это компилятор, который компилирует JVM bytecode, это компилятор, который компилирует вот эти трафловские интерпетитаторы, это компилятор, который компилирует ahead-of-time вещи для вот этих вот Native Images, это компилятор, который дает трафлу какие-то ручки во внутренности компилятора, чтобы позволять эффективно оптимизировать деревья для интерпретации и так далее. Ну, понятно, что это такой, да, ключевой момент всего этого дела, как бы без вариантов. Да, что интересно, это то, что сами платформы, которые запускают вещи, то есть, например, JVM, а он не является как бы подпроектом GraalVM, то есть, когда мы собираем и предлагаем наши сборки GraalVM, там сидит обычный билд, по-моему, сейчас Oracle JDK, может быть, OpenJDK, в котором просто сидит JVMCI, где по дефолту заенаблен GraalCompilator, где на boot class pass положены truffle jары, необходимые для поддержки truffle и вот этих интервестаторов, соответственно, там сидит имплементация Node, которую не мы с нуля написали, которая нормальная имплементация Node, Node.js, где просто V8 заменен на наш движок JavaScript, на Graal.js, то есть, там обычный нормальный Node, и, соответственно, когда GraalVem встраивается в базу данных или еще куда-то, там база данных тоже приходит как бы со стороны, она не является подпроектом в проекте GraalVem, то есть, сам проект GraalVem это набор таких компонентов, которые обеспечивают возможность создания такой вот виртуальной машины, такого рантайма, где на самом деле сам рантайм очень часто приходит из других open source проектов. Вот это, кстати, очень интересно, да, вот я так пытаюсь, то есть, со стороны, если так попытаться осмыслить все это, что действительно, там вы не начали там с нуля переписать, там, GVM, ноду там, да, и прочие штуки, но, тем не менее, вот, как бы такие, сумели очень, как бы так, аккуратно вот встроить вот эти кирпичики таким, да, поверх существующих каких-то там, не знаю, интерпетаторов, компиляторов, ну и в то же время вот давая такую возможность вот этой универсальности, платформенности, платформонезависимость такую, добиться. Да, и именно это было как бы одним из главных дизайнов в самом начале, чтобы платформа была встраиваемая, чтобы она была модульная, чтобы там были отдельные кусочки, которые хорошо собираются вот в этот финальный лего комплект, который теоретически гораздо легче мейнтейнить, чем, скажем, такой гигантский монолит кода, который будет сам делать все, что необходимо для виртуальной машины. Но, с другой стороны, что это говорит, допустим, если кто-то скачает сборку GralveM и начнет там запускать вещи, то имплементация garbage collector, скажем, на GVM запускаешь, просто там вот GralveM там слэш BIM Java. Топ-тир GIT-компилятора будет Gralve, а garbage collector будет имплементация из проекта OpenJDK. То есть это как бы нормальная обычная Java, где просто заменен компилятор. Соответственно, это как бы делает площадь разработки, которую как бы делает команда GralveM, меньше, соответственно, можно сфокусироваться на вещах, которые мы действительно умеем делать и хорошо мы делаем. Вот такие компоненты. На самом деле, если кому-то интересно про GralveM в целом, в какой-то момент там тоже у нас была одна из первых блокпостов, которые мы делали, было там 10 вещей, которые GralveM может делать. И там Крис Ситон, лид проекта TruffleRuby, описал какие-то вещи, которые можно делать с помощью GralveM. Использовать как GIT-компиляторы, как бы заменять и писать, как менять этот GIT-компилятор на лету. И как ссылки на какие-то сампл языки программирования, которые, если очень хочется сделать свой интерпретарь для своего какого-то языка, то как это сделать, или как там скомпилировать Java-программу как нативную библиотеку SharedLibrary, и там чтобы ее откуда-то вызывать. Или мы можем, например, запускать LLVM-биткод в сэндбоксе. В общем, что я хочу сказать. Есть одна такая статья, которая очень хорошо описывает, что GralveM может сделать. Мы на нее тоже обязательно добавим в show notes. Да, и если кому-то интересно, как вот эти разные компоненты, которые, в принципе, в общем, если просто их перечислить, там фреймворки для языков программирования, компиляторы, там полиглоты API, RIGEXP какие-то, LLVM-биткод интерпретарь, они как бы не складываются в такую картину, что это дает. А на самом деле это дает очень интересные возможности, если к этому правильно отнестись. Да, интересно. Ну оставим как раз, кому интересно, народ сходит, почитает. Давай, наверное, вот, ну поскольку мы уже там много раз упоминали, что там компилятор, он такой ключевая вещь, в общем-то, и вот опять-таки там возвращаясь к отсылке там к Excelsior Jet, вот подходы, да, вот есть JIT, ну в смысле Just in Time, компиляция привычная всем, но в то же время еще и вот Head of Time, штука, которая, ну, позволяет с одной стороны тебе компилировать что-то, так сказать, наперед, да, в нативный там код какой-то, и с другой стороны, вот, ну она у вас, вот расскажи, как устроен, наверное, ваш, давай так, издалека, как устроен ваш там компилятор, ну в целом, вот, понимаешь, что там, наверное, глубоко какие-то там прям совсем технические вещи, нам так в аудиоверсии сложно будет лезть, но тем не менее, вот как бы общая концепция, то есть есть JIT, да, вот, опять-таки, чем он отличается там от обычного по сравнению там с другими, то есть что он дает, опять-таки, насколько, ну вот, вот какие-то слова такие, да, про это. Да. Окей. Граль компилятора. Компилятор написан на Java, использует внутри такой программ-депенденц граф, очень похожий на граф, который использует C2, то есть у тебя программа предоставляется в виде графа, где плавают такие различные ноды, которые из себя представляют операции. И у тебя в одном графе есть два представления программы. Там специальные ноды, которые тебе представляют данные, которые текут по программе, и зависимость между данными, то есть, допустим, там параметр и там, или там 5 у тебя где-то, вот константа протекает через программу. И в этом же графе у тебя есть второй, как бы, вторая сеть нодов, которые представляют себе control-flow программу. Ифы, циклы и так далее. Вот. Это внутренняя репутентенция, над которой работает Граль компилятор. То есть, там, ты даешь ему JVM-байт-код или какие-то вот эти графы, каким-то образом представление вот этого графа делаешь и даешь Граль компилятору, и Граль компилятор его модифицирует. То есть, этот граф трансформируется, ты смотришь на него, говоришь там, о, хорошо, вот у меня вот так вот нода расположена в такое созвездие. Это значит, что я могу это созвездие трансформировать вот там в такое созвездие. И, скажем, там, не вызывать вот этот метод, потому что результат этого метода нигде не используется. И этот метод там не имеет каких-то сайд-эффектов, еще что-то. Например. Соответственно, то есть, оптимизация, реактивизация происходит на именно графе в репрезентации программы. Такой C of Node компилятор. Похоже на C2. Написанное на Java, граф немножко отличается. И, насколько я помню, одно из самых главных отличий, то, что ноды в другую сторону, не ноды, эджи между нодами направлены в другую сторону. что именно это дает, я думаю, в аудио-подкасте это не объяснить. Я, честно говоря, сам не очень хорошо представляю, но немножко отличается. Как работает Just-in-Time компилятор? Это очень как? Собирается профиль, ты запускаешь свою программу, ты смотришь, какой код выполнялся, ты передаешь компилятору байт-код или внутреннюю презентацию программы каким-то образом этот граф и говоришь, что вот эта ветка у меня запускалась тысячу раз, а вот в эту ветку мы ходили два раза. Компилятор может делать какие-то спекуляции. Когда у нас приходят у тебя интеджеры, тогда мы можем запускать вот такую версию этого графа. А если там случайно придет лонг, то тогда нам нужно деоптимизироваться и запускать какую-то другую программу. С профилем это примерно так работает. Компиляция идет граф каким-то образом трансформируется, 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 и потом на базе этого графа одна из последних трансформаций это lowering в машинный код. То есть в какой-то момент Граль смотрит на граф и говорит, ага, у нас вот здесь надо там сделать два MOF instructions и вот там в эти регистры записать вот эти значения. Как это происходит? Примерно так же, как во всех остальных компиляторах в мире. То есть ты смотришь на программу, которая что-то должна делать, она у тебя к этому моменту уже достаточно низкоуровневая и у тебя происходят какие-то там вызовы методов, какие-то go-to, какие-то там jump, conditional, unconditional и прочее. И в результате получается ассемблер. Как это используется в, скажем, JVM? У тебя запускается JVM, начинается интервьюзироваться программа нормальным джавовским интерпретататором, потом там C1 вступает в игру, там собирается какой-то профиль, потом это все профиль и байт-код отдается Graal'ю и Graal'e смотрит на это и компилирует. Представляете, получается машинный код. Как работает ahead-of-time компилятор? Точно так же, только без профиля. То есть, ты не знаешь, какая ветка у тебя запускается тысячу раз или какая ветка у тебя запускается два раза или какие данные у тебя пришли в данный конкретный метод, были ли там эти маленькие инты или у тебя всегда интеджеры или там number или еще что-то там влезает ли у тебя данные всегда, даже если это там number, но у тебя всегда маленькие инты по значениям или там у тебя очень короткие стринги приходят в метод. Профиль тебе может сказать, что ага, у нас сюда всегда приходит empty string. А ahead-of-time ты, к сожалению, так сказать не можешь, поэтому у тебя какие-то спекуляции, они невозможны в ahead-of-time компиляции. Ну это понятно, да, логично. Но в принципе он работает точно так же просто с очень глупым профилем. Правильно? То есть ты, когда компилируешь ahead-of-time что-то, ты говоришь, вот мой код, пожалуйста, скомпилируй его и у тебя там происходят какие-то трансформации, не происходит никаких спекуляций и в результате у тебя получается машинный код, который кое-как работает. Это понятно. Слушай, знаешь, тут интересно вот какой момент еще по поводу всяких ограничений, да, потому что вот, например, ну типичный пример что-нибудь там, не знаю, какой-нибудь там автолоудинг классов, да, динамическая подгрузка, вот каких-то рантайм, рантайм-подгрузка, там, не знаю, библиотека, еще чего-то, да. Одно дело, когда у тебя JIT, ну понятно, ты как бы на ходу нашел, ага, что-то пошел. Другое дело, как быть вот в случае с, соответственно, ahead-of-time, когда ты должен заранее это скомпилировать и, в принципе, ведь не всегда может так получиться, что заранее ты сможешь узнать, что же там надо подгрузить, да, там, так сказать, и так далее. Вот это такой очень такой тонкий момент. Да, да, это очень хороший момент. В данный момент, например, когда ты пытаешься с помощью Native Image скомпилировать программу ahead-of-time в GraalVM Native Image, когда она встречает какой-то такой момент, который она не может скомпилировать, потому что она не знает, какие там классы должны быть подгружены во время рантайма или еще что-то, что эта утилита делает, она говорит, я не могу это скомпилировать и не компилирует эту вещь. Вот. И вот так она работает. Там есть ряд ограничений, которые в данный момент, какие программы могут быть скомпилированы в Native Image, да. Этот ряд ограничений описан достаточно хорошо и честно на GitHub, там лежит документ, который мы стараемся поддерживать в соответствии с реальностью о том, что и как компилируется, где и когда нужно сделать какую-нибудь конфигурацию. Ну, банальный пример, reflection, да, когда у тебя классы, допустим, вызываются и референсы друг друга через точечку, тогда ты можешь посмотреть на эту программу и сказать, ага, у меня класс А вызывает класс Б. А когда у тебя класс А вызывает класс Б, и, соответственно, в финальный этот образ, включить там класс А и Б, а все остальное не включить, потому что ты знаешь, что у тебя это не вызывается, и, соответственно, тебе это не надо туда включать. А когда у тебя вызывается через это reflection, то ты не всегда можешь сказать, что у тебя класс А хочет вызвать класс Б, потому что у тебя может не быть этой информации в статическом виде. Ну да, да, конечно. Вот. А через reflection так можно, поэтому если ты такую программу попробуешь скомпилировать сейчас native image утилитой, то она скажет, что, а, вот тут я что-то там не нашла, или как бы грохнется в рантайме, потому что, ну, не нашла. Соответственно, там будет как бы референс никуда, и там что-то будет не найдено, и там случится какая-нибудь сикфолтина. Не знаю, что точно, кстати, случится, но, по-моему, просто reflection, если API вызывается, но мы не можем сказать, что именно вызывается, то тогда на шаге генерации там просто выпадет ошибка. Вот. А если ты скажешь, предоставишь такой файл конфигурации, который скажет, что, ага, пожалуйста, включи мне еще класс Б, и класс Б я буду вызывать через конструктор, и вот этот метод буду через reflection вызывать, то тогда мы можем включить этот файл и, соответственно, залинковать его. И тогда в рантайме, когда ты будешь вызывать, у тебя будет этот класс каким-то образом представлен, сгенерирован, и тогда там оно не взорвется таким образом. Ну, то есть, условно, если вы не можете там в рантайме понять все это дело, на этапе статической компиляции, да, создания, то, в принципе, можно вот с помощью, скажем так, ну, в лоб, скажем так, некого файла конфигурации, да, когда там программист может просто проинструктировать, ребята, вот это нам понадобится, и на самом деле не бойтесь, скомпилируйте, дальше я там, типа, обещаю, все должно быть хорошо. Ну, такой, немножко простой, но с другой стороны довольно-таки понятный, ну, опять, насколько, ты можешь сразу понять и представить, осознать список всех зависимостей, которые тебе там могут потребоваться, тоже, наверное, такой не очень простой вопрос. Да, не очень простой вопрос. Там есть конфигурация, которая, например, позволяет, как работает вот эта генерация в нативной образе, мы запускаем статические инициализаторы классов жадно во время генерации образа. Это помогает достичь небывалого стартапа, потому что часть программы и часть данных, которые инициализируются во время статического инициализатора, она записывается просто в этот, скажем, в хип образа. то есть, когда вы запускаете свой этот бинарник, там уже часть данных принициализирована. Это могут быть какие-то там, я не знаю, там локалии, или вы там посчитали гигантский массив простых чисел там до миллиона во время статического инициализатора, да? Ну да. Эти данные будут там каким-то образом записаны. Вот, соответственно, их не нужно будет заново запускать. Вот. Что, какой-то это плюс, стартап этого дела минимальный. То есть, ты запускаешь, у тебя программа готова, она скомпилирована, тебе не нужно подгружать классы, там генерировать ничего. У тебя просто машинный код сразу запускается и у тебя данные есть. Соответственно, ну, если у тебя статические инициализаторы делают какие-то вещи, которые тебе нужно делать прямо в рантайме, в инвариументе продакшена, то становится непонятно, что с ними делать, да? Например, ты открываешь файл в статическом инициализаторе. Как бы, можно было бы ожидать, что этот файл откроется в рантайме. Или там Network Socket ты открываешь, да? А если мы их запускаем во время генерации, то становится не очень удобно, потому что они запускаются не пойми где, там, в CI или там на машине разработчик, который строит этот образ, да? Вот. Поэтому там есть описание ограничений для статических инициализаторов. опять же, какие-то программы, в которых какие-то API во время статических инициализаторов используются, они не скомпилируются в данный момент. Там и есть волшебный ключ, который позволит, скажем, отложить выполнение инициализатора до рантайма. и он действительно позволяет скомпилировать больше программ, ты можешь сказать, что вот этот класс, пожалуйста, вот в рантайме повторите. Насколько это удобно использовать, не очень понятно. В чем... о чем мы на самом деле сейчас просто говорим, про то, что вот эти native image возможности создания вот этих standalone executables, оно сейчас в достаточно экспериментальной форме в GraalVem. Вообще вся вся GraalVem весь проект он сейчас в пререлиз статусе. Там нету нету релиза 1.0, который был бы поддержан и каким-то образом зафиксирован. Поэтому это такая экспериментальная технология. Вот. Поэтому у нее могут быть какие-то уши, которые торчат из разных углов. Вот. И что хочу сказать? Что какие-то программы не скомпилируются в образ. Какие-то программы скомпилируются. Какие-то нетривиальные программы компилируются и очень быстро запускаются. И когда работают, они потребляют там буквально какие-то мегабайты памяти. И это очень удобно как вид дипломента. Да? Вот такой native image. Ну, конечно, да. Какие-то программы не работают таким образом. Какие-то в силу того, что нужно предоставить конфигурацию, какие-то в силу того, что есть design decisions, которые были заранее заложены в такую компиляцию. Например, динамическая загрузка классов. один из таких сложных вопросов он был в native image не загружает классы динамические. То есть, он когда компилируется, подозревается, что у тебя closed universe, у тебя весь байт-код, который когда-то будет запущен, он известен. Ну да, известен, доступен. Соответственно, всегда можно собрать такую программу, которая не скомпилируется. Как бы и да. Ну ясно, ладно. Но не всегда можно собрать такие полезные программы, которые скомпилируются. Опять же. Что меня лично немножко в этой ситуации расстраивает, это то, что когда говорят про GraalVem, очень часто подразумевают именно вот эту компиляцию head of time в executables. что немножко нечестно, потому что GraalVem это такой большой проект, который позволяет запускать разные языки в разных контекстах. То есть, когда кто-то говорит, и вот уважаемые слушатели, никогда так не говорите, что там GraalVem не работает с рефлекшеном. Это неправда. Это хуже, чем неправда, потому что это не имеет никакого смысла. То есть, GraalVem позволяет запускать программы в разных контекстах. Разные программы на разных языках программирования. То есть, когда мы говорим про ноут-приложения, там нет никакого рефлекшена. Там все динамическое. Ну, как бы да. Поэтому нужно четко отдавать себе отчеты, и когда говоришь кому-то, нужно говорить, что ага, вот там, когда ты компилируешь, найти вымыш, тебе для поддержки рефлекшена нужно конфигурационный файл. Это немножко долго говорить, но это будет четко и верно. Соответственно, когда GraalVem запускает программы на JVem, что дефолтный метод запуска программ, то там работает рефлекшен, там работает GNI, там работает динамическая загрузка классов и так далее. Где эти вещи нуждаются в конфигурации, вот в этом создание таких нативных образов, что является малой частью. Если мы посмотрим на то, где запускается GraalVem программа, JVem, Node, MySQL, Oracle Database и вот эти Standalone Images, то это одна пятая дипломентов просто по количеству сред. нет. То есть да. Давайте будем точны в формулировках. Хорошее замечание. Слушай, расскажи, как вы все это дело тестируете, да, вот тоже такой интересный, ну не знаю, всегда интересно, как одно дело там сказать, что вот у нас там проект, тем более опять, когда ты даешь такой широкий API, который много чего дает, там много чего у тебя есть, у тебя есть там трюфель, у которого там куча ручек для построения, да, у тебя там есть опять-таки там какие-то сабстрат вем ручки для того, чтобы внутрь куда-то проваливаться, как вы все это дело, одно дело разработать, другое дело еще и протестировать, не сломать в дальнейшем, да, так сказать, при дальнейшей разработке, вот как, расскажи немножко, как у вас проект построен с этой точки зрения. Да, разработка проекта ведется в основном в внутренних репозиториях WorkLabs, которые зеркально отображаются на GitHub, то есть пул-реквесты и коммиты прикладываются во внутренние репозитории, потом они появляются на GitHub, это происходит в течение пяти минут, то есть разработка, она видна и вот она публично, но все равно она идет через внутренние репозитории сначала. На все коммиты, соответственно, там наложен Continuous Integration, который запускает миллионы тестов и GraalVM тестируется в различных сценариях, сначала по компонентам, то есть там есть какие-то юнит-тесты, еще что-то, потом в дальнейшем там такие гейты, которые запускают более широкие тесты. Что-то типа интеграционных такое какое-то, да? что-то типа интеграционных тестов, вот, и потом это все строится и в результате получается zip-архив. Вот, тестов очень много, плюс к тестам запускается огромное количество бенчмарок, чтобы, ну, так как мы хотим быть высокопроизводительной виртуальной машиной, производительность очень важна, поэтому мы стараемся запускать. Ну, и даже банальный отлов, как бы, деградация, это тоже как бы довольно-таки важный такой фактор. конечно, конечно, нельзя отпускать регрессии, потому что даже маленькие регрессии, если их будет много, они очень быстро перформанс убьют, и самое главное, их очень сложно. Если что-то попало в мастер, это оттуда выпилить достаточно непросто, это гораздо сложнее, чем не дать чему-то просочиться в мастер и пофиксить это в pull-request. Ну, это логично, да. Тесты запускаются, запускаются тесты на компилятор, чтобы компилятор ничего не сломал, то есть там какие-то математические функции, еще что-то. Запускаются тесты на интринзики и так далее. Запускаются тесты для разных языков, то есть, например, JavaScript, как мы тестируем, и Node интеграцию. Мы берем модули из NPM, там сколько там, миллионы, по-моему, мы несколько тысяч, 50 тысяч модулей тестируем. Запускаем тесты для каждого модуля, но именно в рамках вашего как бы на своей платформе запускаем тесты модулей. Если тесты проходят, очевидно, платформа работает достаточно, чтобы приложение не понимало, что оно запущено не на дефолтной платформе. Соответственно, если приложение не понимает, то есть надежда, что у тебя есть компатибилити с экосистемой в том, что делает этот модуль. Таким же образом для Rupi R Python вещь работает. для Java по-моему мы Maven не запускаем. Из Maven централы Java не берем. Там просто есть большой набор тестов, которые запускаются. Что там немножко проще, это то, что там компилятор. Там заменяется только компилятор, там нет самой имплементации языка программирования, что достаточно проще. что немного проще. Вот так это примерно устроено. Ясно. Слушай, а расскажи немножко, уже больше переходим в плоскость таких софт окружений вокруг разработки. Насколько велика команда? Сколько человек занимается этим проектом? Как ты думаешь, сколько? Назови число. Ну, я, конечно, не угадаю, но пусть скажу, что если так немного, ну, хорошо, человек 10, вот так вот. В команде играли где-то 70 человек. 70. 70. На самом деле это очень большая команда, немножко меньше, по-моему, там, 67 или что-то такое. Из них, по-моему, три, нет, два маркетинг и там один наш лидер менеджмент Томас. Томас тоже немножко пишет код, просто потому, что ему нравится, когда у него есть время. Вот, на самом деле команда кажется очень большой, очень много человек задействовано, но из-за того, что проект такой огромный, есть очень много вещей, которые, то есть отдельно маленькими вещами занимаются не очень много человек, то есть там есть несколько человек, три, пять человек, которые занимаются компилятором, есть там несколько человек, которые пытаются улучшить поддержку вот этого native image, есть команда, которая занимается JavaScript, есть команда, которая занимается Ruby, R, Python, LLVM, Bitcode, то есть там пять языков, да, которые мы поддерживаем, пять языков, то есть если там по три, четыре человека на язык, это уже получается двадцать человек, вот, есть люди, которые как бы занимаются тем, что встраивают RLVM в базу данных, там есть часть, которая со стороны базы данных, есть часть, которая в команде, есть люди, которые занимаются truffle фреймворкой, то есть чтобы вот эта компиляция работала, чтобы API был внятный, чтобы полиглот API был достаточно выразителен, чтобы позволять выражать мысли, которые ты хочешь в программах, которые написаны на разных языках, программирование, вот, то есть на самом деле если, если, если прочитать просто, что RLVM умеет делать, то там по три, четыре, пять человек как бы ассайнить на каждую маленькую тему, то количество людей растет очень быстро, то есть это очень большой проект на самом деле с точки зрения количества людей, которые в нем задействованы, и поэтому на самом деле даже если кажется, что может быть какие-то индивидуальные вещи не делаем очень быстро, у нас, например, есть на GitHub issue про то, что люди хотят, чтобы были сборки RLVM, которые на базе GDK 11, что достаточно понятно. Сейчас мы в планах сборки на базе восьмерки, предположительно, мне кажется, это большая часть экосистемы все равно запускается сейчас на восьмерки, то есть это достаточно понятно, но плюс у нас просто нету сборок на 11, там еще какие-то вещи не работают, просто потому, что это достаточно большой шаг вперед от восьмерки, то есть мне кажется, вот именно native image, допустим, не работает для 11, и компилятору там не очень просто, и там модуляризация пришла в девятке, то есть нам нужно, чтобы наши вещи были не только работали в контексте модулей, но они еще были сами как бы good citizens в этом в модуль пассе, ну конечно, чтобы можно было там модуль компилятора там подзаменить и там сделать апгрейд моджо пасс и там что-то, чтобы все это правильно соединилось и заработало, это мне кажется тоже не очень тривиально, в общем, там есть технические проблемы, люди очень хотят и постоянно спрашивают, есть ли у нас этот ETA, когда придет билды на 11, ну пока нету, и не очень понятно, мы активно над этим работаем, но говорить тоже, что придет в феврале, это было бы неправильно, во-первых, потому что не очень правильно такое обещать, во-вторых, потому что мы очень четко это себе не очень представляем, когда придет, вот, но, что я хочу сказать, что даже если кажется, что в каких-то вещах там прогресс не самый значительный, на самом деле весь проект RealVM движется вперед очень быстро, с прошлого апреля, когда мы стали релизить такие сборки, релиз-кандидат с номером, так сказать, мы хотели заявить сообществу, что мы готовы сделать первый релиз, и, пожалуйста, сейчас самое время протестировать его, попробовать погонять свои ворклоуды, сказать нам, что у нас компилятор, компилятор US отклеивается, а тут как бы интероп API недостаточно выразителен, и с того времени по-моему мы пофиксили, что это 200 и 6 на GitHub, и сделали там сколько-то 11 сборок, и я уверен, у нас не меньше issues было в приватном тракете, который мы нашли, и мы же их и пофиксили, вот, то есть все это движется вперед достаточно быстрыми, быстрыми темпами, вот, к вопросу о количестве человек. Слушай, ну вот смотри, вот с одной стороны как бы да, open source вроде бы как проект, да, считается, но это опять такой вот open source, вот тут хочется смотреть, то есть все равно он полностью контролируется и в принципе разрабатывается в Oracle, да, то есть как бы есть какое-то там сообщество, ты говоришь там даже 200 issues там на GitHub, значит, что есть какой-то уже комьюнити, кто-то там на него смотрит, там использует, заводит какие-то баги, но тем не менее именно разработка и вот вектор развития, он сейчас идет именно из изнутри компании, ну, там из Oracle Labs и вот как бы полностью четко вот сообщество, скажем так, не то, чтобы прям сильно может там повлиять на там вектор его развития сейчас. Это интересный вопрос и немножко loaded, мне кажется, потому что open source проект это проект, в котором source открыт, в котором достаточно permissive лицензия для того, чтобы этот source использовать, менять и каким-то образом создавать, но у всех успешных, практически у всех успешных open source проектов есть какая-то команда мейнтейнеров, которая как бы вот core проекта, которая двигает его вперед, у которой есть какой-то vision представления и которая работает над этим проектом как бы день изо дня. Нет, это однозначно, я, если помню, согласен. Вот, просто я, это контекст. У проекта GraalVM, да, такая команда внутри Oracle Labs повлиять на то, что делается снаружи, безусловно, можно. кардинально, скажем так, навязать или каким-то образом повлиять на то, чем занимаются люди внутри Oracle Labs, скорее всего, снаружи это было бы немножко безосновательно ожидать, что так можно сделать. Ну, логично, да. Вот, поэтому мы стараемся быть хорошим open source проектом. Мы понимаем, что быть платформой сложно, что успех платформы зависит от того, именно сколько людей ее используют, сколько проектов, где она используется. Мы стараемся двигать платформу туда, где она, куда комьюнити хочет, да, но, допустим, ожидать того, что придет тысяча человек на GitHub и поставит звездочку под «пожалуйста, сделайте интерпретартор для Go», чтобы он, вот, Go можно было запускать на Гральве, и что командор Oracle Labs начнет делать интерпретартор для Go немножко безосновательно. Вот, для контраста то же самое можно сказать для любой другой платформы, которая разрабатывается в open source, не open source, кем угодно. Если прийти в проект Node.js и сказать, что так, сейчас нам надо сделать так, чтобы Node.js запускал Java, и вот все там 9 миллионов Java-разработчиков придут и отметятся в GitHub Node.js, что это нужно-нужно, я думаю, это не очень повлияет на roadmap Node.js. Вот, но это как бы в общем глобальном плане. В микроплане повлиять на то, куда ты вишневек можно. Можно сабинуть pull request, можно пофиксить какой-то issue, можно попробовать обсудить добавление какого-то API, допустим, polyglot API. Это все можно делать, там будет конструктивный диалог, и мы постараемся принять решение, которое будет подвеселять все стороны. Ну то есть в принципе у вас разработчики тоже заглядывают в GitHub, читают issue, которые там народ заводит. Конечно, разработчики смотрят на GitHub, разработчики триажируют issue с GitHub. Мы стараемся отвечать на вопросы, мы стараемся отвечать на вопросы на stack overflow. У нас есть гитр-чат, где можно пообщаться с командой, с людьми, и может быть в интерактивном движении проще объяснить какие-то дизайнерские решения, почему так было сделано они по-другому. проект может двигаться вперед. Я знал на Олег Чарухин, ему было очень интересно, и он там субмитил патч, и его pull request прошел, я не помню точно, что он сделал, он получил гордо надпись contributor в своем GitHub профиле на проекте Graal. Твиттер, например, Твиттер использует компилятор Graal для своих сервисов на скале, то есть есть Крис Таллингер, разработчик из Твиттер VM Engineering Team, он на различных инфекциях рассказывает, как они используют Graal компилятор для своих скал микросервисов, как он запускает скалы микросервисов быстрее, как они экономят на этом деньги. И сейчас последние пары докладов, которые он делал, я видел, как они используют байсовский reasoning и там machine learning небольшой такой, для того, чтобы сконфигурировать компилятор, чтобы он еще лучше им компилировал их скаловский микросервис и запускал еще вещи еще быстрее и экономил еще больше денег. Они используют компилятор, они работают с нами, мы общаемся насчет каких-то оптимизаций, которые могут сделать Graal компилятор еще лучше для именно скалы ворклодов. Допустим, как соптимизировать вызовы через десятки интерфейсов, к примеру, или как соптимизировать какие-то вещи, которые кейсы свитчей по кейсам, который по кейсам, или еще что-то. RedHat, инженеры из RedHat нам помогают например с AMD субпортом, для субпорта Arch64, то есть для архитектуры. Мы стараемся быть хорошим open-source проектом. Почему у нас есть Enterprise Edition Graal VM, это специальный такой проприетарный сборник Alvim, который под другой лицензией, который не является open-source, там более хороший компилятор, который дает дополнительный прирост производительности, и его можно потенциально купить. Сейчас, по-моему, нельзя, но потенциально его можно будет купить и использовать. он сделан просто на основе этого компилятора, просто несколько дополнительных оптимизаций проведены, или это отдельная команда делает компилятор? Нет, 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 это делает та же команда, это работает в той же инфраструктуре Graal компилятора, просто там есть дополнительные фазы оптимизации, которые производят дополнительные оптимизации, и дополнительные, как бы компилятор, это очень сложная такая машина, то есть у тебя есть много пассов по вот этому графу, и ты смотришь на граф и каким-то образом трансформируешь его в более высокопроизводительный или в более низкоуровневую низкоуровневую представление, то есть когда ты включаешь дополнительные фазы какие-то, очень часто происходит, что именно комбинация нескольких фаз дает прирост производительности, то есть да, там есть Enterprise Edition Гральвем, который я надеюсь будет продаваться как горячие пирожки и Теслы и прочее, когда мы сможем его официально продавать, потому что над командой, над проектом Гральвем работает 70 человек, это достаточно большое вложение, было бы очень хорошо, если бы у такого важного куска софта как платформы была бы простая, понятная и опциональная стратегия монетизации. Ну, логично, логично, да. Вот. С чего мы говорили? А, да, с того, как ведется разработка и можно ли повлиять снаружи на то, что делается в проекте Гральвем. Да, можно. Ну, я понял, да, ты хорошо раскрыл мысль, вот, ну, ты, уже начал как раз упоминать вот следующий такой логичный вопрос, да, это где же, где же, в каких реальных проектах используется сейчас Граль, да, ты вот уже упомянул Twitter, как один из таких вот моментов, но, может быть, ты как бы еще кого-то можешь назвать просто интересно, вот насколько. да, 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 я могу, да, Twitter использует компилятор, и они, насколько я знаю, они не используют порки Гральвем, я не знаю точно, как они делают, как бы, собирают ли они вот просто компайлер под проект в Oracle Гральмастер, или они берут, скорее, по-моему, они используют какую-то более старую версию Граль компилятора, и просто используют на нем, вот, они используют компилятор, мы сами гоняем какие-то Java-дипломенты на Гральвем, и в Oracle есть такой проект NetSuite, это такая большая платформа для сейлс и всего цикла менеджмента предприятия, складов, инвентаря, туннелей, там, сейлс промоушен, весь этот сейлс фанел и прочее, там, CRM, мне кажется, это очень большая платформа, вот, она может быть, клиенты могут ее кастомизировать с помощью JavaScript, то есть, клиент может писать какие-то мини-приложения на JavaScript, и они будут каким-то образом встроены в эту платформу и запущены для каждого клиента. NetSuite использует Граль.js для запуска вот этих кастомизированных JavaScript. Я не знаю точно это, они прям в релизе у них есть, или это в разработке, но они работают над этим. Все равно интересно, да. Это было анонсировано. Я знаю, я не знаю, что я могу назвать эти компании, но я знаю одну большую, достаточно большую компанию, которая делает что-то делать, не знаю, что-то делать. У них есть приложения в облаках, которые работают с текстом, скажем так, много текста. они запускают Граль.js вместо NASHR, мне кажется, они переехали. Я знаю одну компанию, которая экспериментирует с Граль.вем для того, чтобы интерактивно переписать какие-то старые сервисы на Java, которые делают веб-приложения, на Node.js. и это такой юзкейс, который, я думаю, в будущем, в ближайшем будущем, может больше и больше быть интересен для компаний, когда есть какие-то сервисы на Java, которые рисуют у тебя самого приложения, то есть фронт-энд, бэк-энды у тебя, или там мидлвер, у тебя там микросервисы, которые тебе подкачивают данные для виджетов сюда и туда. Вот сам этот фронт-энд, допустим, у тебя на Java, и ты не хочешь больше его делать, потому что хочется там React какой-нибудь использовать, чтобы нативно там в ноте, да? Один вариант, если все это выбросить и приписать на Node.js с нуля. Что не всегда самый разумный вариант. А второй вариант, например, запустить это на Graal.vm и запустить Node, из нее использовать все вот эти измеющиеся библиотеки Java и как бы по кусочкам переписывать этот фронт-энд. Слушай, ну вот это вообще очень-очень-очень, знаешь, такая, кажется, классная-классная тема про то, что вот такое итеративное переписывание Legacy кода на более-менее современные какие-то технологии. Да, да, это очень интересно. Мой, мне кажется, мне кажется, что как только в Graal.vm мы напишем интерпретатор Каболя и Фортрана, нас осыпят золотом. Ну как бы да, живых разработчиков Фортрана и Кабола уже они, боюсь, очень старенькие стали их. Да, как только Graal.vm позволит именно так интерактивно переписывать приложение с Каболя на, скажем, JVM, вот такой интерактивный, use case интерактивного переписывания станет гораздо более популярный, чем, скажем, сейчас. То есть, и Java, и Node.js это понятно, и это может быть полезно в каких-то сценариях, но может быть не очевидно прям всем и каждому, что да, это вот супер фича, супер платформа. Но я знаю, такие компании есть. Я знаю, одна компания экспериментирует с очень интересной вещью. У них есть внутренняя фреймворка, которая написана на каких-то JVM языках. Не помню, Scala или просто Java. и у них есть ряд микросервисов, которые используют эту фреймворку. И, соответственно, у них есть ряд микросервисов, которые используют Node. Было бы в таком сценарии очень здорово, если бы все микросервисы конфигурировались одинаково. И если бы у них была одинаковая платформа. То есть, они бы одинаково читали YAML, они бы одинаково открывали сокеты, они бы одинаково принимали HTTP-реквесты, они бы одинаково логировали, Они бы одинаково бежали на GVM и запускались бы, и команда бы знала, как конфигурировать garbage collection и memory usage и прочее. И они экспериментируют с тем, чтобы вот эту свою фреймворку, написанную на чем-то GVM, чтобы ее заэкспозить в Node-приложение. Чтобы можно было писать Node-micro-сервис, используя GVM-фреймворку, там, Net-based или еще что-то, и чтобы в JavaScript, в Node-е у тебя были только бизнес-логика. Такая, как все-таки, некая унификация платформы, низкоуровневая. Да, да, да. То есть, я не хочу говорить, что это прям function-the-service approach, но, грубо говоря, так, что ты внутри компании, ты говоришь, что вот это у меня платформа, а сверху каждая конкретная команда может писать именно бизнес-логику. Вот. Я знаю, Goldman Sachs, очень интересный у них проект был, сейчас есть, и они на Oracle Code в октябре рассказывали про это, и есть даже видео. У них, они большой банк, да, Goldman Sachs, это большой банк, и они 25 лет назад, когда не было в мире Python, и Java была молодой, и они хотели сделать, и решили сделать свой внутренний язык программирования для кредита, риск, калькуляций. То есть, и они его сделали, и теперь они его поддерживают. Ну, как бы вынуждены, да, как ни крути, да. У них есть язык программирования, который они написали 25 лет назад, и за 25 лет назад он вырос, разросся, и теперь у них там несколько версий его, чего-то, и на нем написано миллионы строк кода, потому что все риски, там, кредит калькуляций написаны на нем, там есть какие-то свои примитивы для этого, наверное, я не эксперт в домене финансовых вычислений, вот, но они вот поддерживают это, и они экспериментировали, и сейчас продолжают с переводом этого языка на траффл, чтобы сделать интерпретарь его на базе траффла, чтобы его запускать на агролюбе. У этого есть ряд позитивных, позитивных сторон. Во-первых, потенциально он будет гораздо быстрее, чем кастомный интерпретарь написанный и просто написанный уже, да. Во-вторых, у тебя будет потенциальный интероп с другими языками, и это очень важно для вообще любых DSL, потому что написать просто DSL достаточно несложно, то есть какой-то специальный язык, который будет тебе в определенных ситуациях помогать. Проблемы DSL начинаются там, где у тебя начинаются общие проблемы, когда тебе нужен general purpose programming language, когда у тебя есть что-то, что ты не можешь выразить вот этим DSL, маленьким, таким компактным, который ты придумал для какой-то конкретной проблемы, потому что тогда тебе нужно начинать выдумывать какие-то суперрешения и нарушать какие-то концепции. Ну да, типично. Если делать DSL на базе GraalVem, то ты всегда можешь сказать, а вот general purpose логику мы пишем на JavaScript и решить все свои general purpose проблемы просто тем, что ты из Imprima выкачиваешь модуль и пишешь там одну строчку как бы глу-кода, и у тебя general purpose проблема решается, а все остальное как бы работает так же, но в твоем DSL. Вот, в общем, они пишут свой язык переписывают и они посвятили этому к моменту Oracle Code выступления 8 недель и они сделали какой-то прогресс и у них даже работали вещи. Они не переписывали весь язык и не перевели весь язык на Traffle, только какие-то базовые вещи, но у них был очень хороший прогресс. Быстрее он еще не стал в тот момент, потому что большую часть кода все равно уходила в их старый интервендатор, но что они получили из-за того, что все языки проходят через одну и ту же инфраструктуру Traffle, на этой базе на базе Traffle инструменты работы разработчиков работают со всеми языками изнаков. То есть там есть debugger, там есть профайлер, там есть heap viewer. То есть ты для всех языков, которые работают на базе Traffle, можешь использовать один и тот же дебаггер. Там есть интеграция, например, с Chrome-дебаггером, то есть ты можешь сказать там своему приложению там минус-минус inspect, и у тебя откроется, он тебе скажет линку для Chrome, ты ее вставишь в Chrome, у тебя откроется debug view, там подключится source, и ты можешь сказать вот здесь, пожалуйста, в моем Ruby-коде, пожалуйста, breakpoint, и у тебя Chrome-дебаггер будет работать для Ruby, или для Python, или для вот этого языка, для... Для чего угодно, финансовых вычислений, да, или, например, там профайлер, там трейсер, или самплер у нас есть, который можно использовать, или heap viewer, который на базе JVisual VM, то есть можно запустить свою программу на JavaScript и посмотреть, куда она использует память, где у тебя какие-то объекты создаются больше всего и прочее, то есть там, это специальная версия JVisual VM, которая должна знать, что ага, вот сейчас мы будем тут Graal VM, вот этот JavaScript интерпретатор использовать, потому что иначе ты просто увидишь трахловские объекты, а если ты знаешь, что у тебя там Graal JS, то тогда ты увидишь прям свои JavaScript объекты, вот, и это очень удобно, потому что тебе как мейнтренер своего языка внутреннего, тебе не нужно думать за инструменты разработки, ты их получаешь на халяву, ну, как бы за интеграцию с трафом, которую ты все равно делаешь, вот, Goldman Sachs делает свой язык. Есть еще какие-то компании, которые тоже, я не знаю, можно ли назвать, но мне кажется, за этот год очень, достаточно большое количество, ну, какое-то количество команд и компаний стало, обратило внимание на Graal VM и стало экспериментировать каким-то образом, или как, просто более быстрый рантайм для запуска JVM, или для языков, или миграции, или микса. Я знаю, есть один RubyGem, называется Galas, с двумя А, перед З. Это такой RubyGem, который позволяет использовать Graal VM для того, чтобы экспозить визуализацию и плотинги графов из R в Ruby. Интересно. То есть, там идет какая-то интеграция API, и ты в Ruby можешь для, с нормальным рубишным синтаксисом использовать примитивы из модулей R и, соответственно, там, пакеджи для плотинга графов, там, ggplot2 и прочее. Вот. И это достаточно интересно, и мне кажется, что в будущем можно тоже, может быть, не сразу, потому что это немножко странная идея, но можно ожидать, что какие-то такие комбинации модулей в разных языках могут появляться. То есть, например, использовать из Java какие-нибудь питонячие модули для машин-лёрнинг, питоновские. пайторч де-факто сейчас уже стандарт наверное какой-то такой в машин-лёрнинге. Было бы странно пытаться повторить его на других языках, когда ты можешь просто взять и получить всю его мощь, но по сути в своей Java программе просто за счёт... Да, именно так. Пайторч может быть не самый такой классический пример, потому что мне кажется, ну вообще в машин-лёрнинг очень часто происходят какие-то нативные имплементации вещей и плюс замазка питона сверху или замазка TensorFlow.js сверху поверх нативных байдингов. То есть, может быть, именно для этих юзкейсов имеет смысл просто написать свой интерфейс на Java или ещё чём-то. Но с другой стороны, если использовать оригинальный, то тебе не нужно мейнтейнить свой, не нужно думать о том, а как у меня тут будет синхронизироваться, ещё что-то, у тебя просто библиотека, которая передаёт там дальше и у тебя нету проблемы с тем, что тебе нужно перевести какие-то Java-овские объекты в JavaScript объекты, которые потом переведутся в нативные объекты, которые куда-то отдадутся и ты не конвертируешь свои данные по 4 раза просто для того, чтобы куда-то что-то вызвать. Вот. То есть, это не троп история как бы достаточно интересна будет. Мне кажется, в будущем она будет развиваться больше и больше. Слушай, ну мы как раз уже так затрагиваем вот тему, наверное, такой ближе к закруглению нашего такого выпуска, да, вот куда вообще, какие планы вот по развитию проекта, так сказать, что вот ближайшие какие-то планы такие, краткосрочные перспективы, и что вот так глобально, глобально куда движется проект, расскажи. да. В краткосрочной перспективе, мне кажется, команда очень бы хотела финализировать вот релиз 1.0. Это значит, что мы финализируем лицензирование, и у нас будет на самом деле продукт, и мы сможем четко разделить как бы Галвием Enterprise Edition, который можно будет получить, который люди смогут на самом деле использовать в продакшене, потому что там компилятор действительно быстрее, и для этого нам нужно какие-то вещи не технические утрясти в Oracle Labs, в Oracle вокруг команды, какие-то технические тоже, и настроить процессы о том, как разработка проекта будет вестись дальше, когда у нас будет на самом деле релиз, и когда команда не может просто заниматься классными вещами как бы все время, когда мейнтенненс как бы придет, придет, придет мейнтеннс, берет на себя какой-то груз, вот, но это очень, это интересно с точки зрения процессов и с точки зрения изнутри команды, ну и тем, кто как бы очень хочет и ждет этот Галвием ЕЕ. С точки зрения проекта, сейчас мы делаем две вещи большие, которые, ну помимо просто того движения вперед, как бы компатибилити вещей и прочих, мы хотим выпустить билды на базе JDK11, ну потому что наверное пора и стоит, и мы хотим выпустить виндовые билды на Windows тоже сейчас, там есть превью билд, который включает в себя компилятор и не включает в себя ничего остального, вот, было бы классно, если бы туда входил этот native image и там JavaScript и прочие вещи, мы над этим активно работаем, вот, это вот в ближайшем будущем мы бы хотели это выпустить, вот, с точки зрения JVM, там, мне кажется, не, там нету такой, как бы, прям очень интересной и захватывающей вещей, которые, там просто компилятор, он работает, он быстрый, ну, в каких-то местах его можно сделать быстрее, и этим мы будем заниматься, то есть, сейчас он очень хорошо работает для высокоуровневого кода, там, всяких стримов, там, где много объектов создаются, всякие mutable объекты и прочее, может быть, можно было бы подтянуть его перформанс и для более низкоуровневого кода, там, где просто чисто математика, допустим, какая-то, вот, там могли бы быть результаты получше, на самом деле, нужно ли это кому-то, запускает ли очень много людей такие ворклоуды на JVM или нет, непонятно, да, но это можно было бы сделать, вот, для остальных языков JavaScript compatibility, например, с экосистемой очень высокий, но JavaScript сам как язык очень быстро развивается, то есть, новые стандарты приходят, их нужно поддерживать, что нам, ха-ха-ха, может быть несколько легче, чем другим имплементациям, потому что нам нужно только интерпретатор подменять, потому что компилятор и прочее как бы работает, ну и приходит автоматически, что, например, не так не было, правда, например, для NASHRM, то есть, NASHRM генерировал, делал кодогенерацию как бы руками, то есть, там были специальные куски кода, которые говорили, ага, вот мы там посмотрели, вот у нас такой source, нам надо сделать такую вещь, соответственно, когда у тебя меняется синтаксис, тебе нужно писать новый кусочек оптимизирующего компилятора для специальных юзкейсов, нам такого не нужно делать, то есть, скажем, недавно в JavaScript те ввели бигнумы, которые длинная арифметика, и я читал блокпост из команды V8, как они внедряли это, там синтаксис поменяли, еще что-то, и потом посмотрели, какие могут быть паттерны использования, и что-то сделали, какой-то код написали, который генерируется, потом вставили какие-то стабы, которые и сказали, что вот мы как бы сделали такую первую изначальную версию, теперь вы попробуете, а потом мы посмотрим, какие вы паттерны используете, и тоже их сделаем быстро. Я перефразирую, конечно, но в принципе это такая история, как ты делаешь компилятор. Ты говоришь, вот я так сделал, мне кажется, что в общем и целом будет достаточно вменяемый перформанс, а потом посмотрим, что именно используется, где именно она сделана супер-супер быстро. Как мы сделали, мы добавили в парсер эти литералы N в конце числа, и сказали, что если у нас вот такой нот, то тогда, пожалуйста, big integer туда имплементации. ну там тоже свои какие-то детали, потому что там может быть семантика каких-то вещей не совсем живовая, но, грубо говоря, это не взяло такого большого труда, добавить big integer, big num в JavaScript. вот, но, что я хотел сказать, язык развивается, там двигается вперед, создаются вселенные, там прибавляются фичи, и этим нужно, конечно, заниматься. Плюс мы бы хотели улучшить перформанс нашего JavaScript движка. Плюс, что еще большая достаточно тема, которой мы занимаемся, мы бы хотели улучшить скорость компиляции для начала. То есть, пик перформанс у GraalVM для имплементации языков, он хорош. Он где-то может быть меньше, чем альтернативные платформы, где-то гораздо лучше, где-то немножко лучше. Ну, в общем и целом, он как бы вменяемый, но сейчас программу нужно достаточно долго греть. То есть, например, для того же JavaScript V8 виртуальная машина, она очень быстро начинает генерировать достаточно хороший машинный код и потом выходит на пик перформанс. Graal JavaScript, он разогревается немножко дольше. То есть, было бы классно, если бы все эти вещи тоже разогревались быстрее. И там есть такой проект тоже, которым мы занимаемся, как создать, скомпилировать Graal компилятор ahead of time, чтобы получить как бы нативный образ этого компилятора, чтобы когда ты запускаешь, у тебя Graal не должен был сам скомпилироваться сначала, а чтобы ты сразу мог компилировать как бы программы. Вот. Это тоже такая достаточно большая, большой кусок работы. Ruby, R, Python, там идет большая работа просто по компатибилити с экосистемой. То есть, в Ruby мы запускаем достаточно много гемов и запускаем тесты на них, и они проходят. Есть некоторые, которые, в которых немножко неудобно сделаны native extensions, и поэтому они не работают. И во что-то такое мы упираемся, когда мы запускаем Rails-приложение, например. То есть, как бы out of the box рандомное Rails-приложение сейчас на Traffle Ruby мне кажется не запустится. Причиной этому может быть Nakagiri гем, который парсит JSON или что-то, не знаю. Какой-то рандомный один гем может там препятствовать что-то. Есть Rails-приложения, которые я знаю запускаются, включая там эти драйвера базиданных и прочее, как бы они работают. Out of the box еще там есть какие-то затыки, то есть, хотелось бы их убрать. хотелось бы их убрать. R про R точно не скажу, но там тоже компатибилити упирается в несколько пакаджей, которые всем интересны. В основном для Data Science и Machine Learning. Data Science, грубо говоря. Почему мы в них упираемся? Потому что там пакаджи, которые используют Fortran для того, чтобы представлять какие-нибудь там Sparse Mattresses, там полупустые матрицы, и соответственно у тебя есть тонкая обмазка R, внутри сидит Fortran. Вот, и как бы это немножко сложнее, чем просто R. Ну, конечно, конечно, да. И там мы не можем переписать просто кусочки кода, потому что это та экосистема, которой люди пользуются в проектах реально. То есть, нам нужно поддерживать Out of the box, именно код, который вот люди запускают. Мы двигаемся к этому. Там иногда есть разные вещи, то есть, иногда можно пересобрать экстеншн какой-то и там скомпилировать или там пропатчить его там на ходу еще что-то или там предоставить свою версию такого же экстеншн на который что-то лучше делает. Вот, мы движемся туда, чтобы поддерживать вот все эти пакетжи, которые для Data Science используются. Python тоже для Machine Learning. Просто там NumPy, SciPy use case. Python еще как бы в базе данных очень интересен, потому что сейчас можно, есть сборки, которые в базе данных позволяют запускать Stork Procedures на JavaScript. То есть, можно там просто модули из NPM с помощью лопаты утилиты засунуть в базу данных и как бы прям вот функции JavaScript вызывать как Stork Procedures, что очень удобно, потому что обычно ты их должен писать на PIL SQL. Ну, конечно, да. И я, например, не эксперт на писании кода на PIL SQL. вот, поэтому, ну, если PIL SQL родной и на нем хорошо и продуктивно работается, то это правильный выбор, а если нет, то можно попробовать JavaScript. Мне на JavaScript было бы легче. Вот, а соответственно, там еще Python можно, то есть, на Python можно было бы там, я не знаю, Machine Learning делать там в базе данных, если хочется. Ну да, потому что какой-то такой может быть use case, в принципе. Вот, то есть, встраиваемые какие-то вещи. Какие-то новые языки нет у вас планов по поддержке чего-то, или вот тот, вот этот набор, который вы выбрали, там, Java-based, понятно, с ними там, Python, Ruby, собственно, R и Node, да, JavaScript. А, ну еще ты говорил LLVM, да, все, что компилируется в LLVM у вас, в принципе, тоже может быть. Да. Вот, просто что-то еще, или в принципе, ну, это, наверное, такие самые основные, наверное, какие-то другие все-таки в меньшей степени интересные, да, там, не знаю, Lua, там, какой-нибудь. В данный момент активно мы, как команда, этим не занимаемся. Что мы делаем? Мы экспериментируем с интерпретатором для Java-шного байт-кода. То есть, чтобы сейчас JVM-байт-код идет через вот просто JVM-CI-компилятор напрямую. Это его немножко отстраняет от остальных языков, то есть, там, инструменты не совсем так работают, и Interop там немножко своеобразно работает, потому что у тебя Java – это как бы хост-платформа, вот, и она, то есть, программа на Java, допустим, не изолирована через Traffle, да. Вот, хотелось бы, чтобы она была так же, как остальные языки, изолирована и запускалась через вот интерпретатор. Ну, вот, это то, над чем мы сейчас экспериментируем, я не знаю, честно, в каком это состоянии, но это то, что было бы интересно, и скорее всего, если у нас будет какой-то интерпретатор новый, это может быть Java, скажем, интерпретатор. Но что мы можем сделать, что мы с удовольствием бы сделали, это если у кого-то есть как бы желание создать интерпретатор для какого-то языка, мы можем в этом помочь. Мы, скорее всего, не можем прям день и за дня как бы имплементировать этот интерпретатор, но мы можем предоставить экспертизу и помочь советам и знаниями и тем, как делать вещи, если кто-то хочет этим взяться. То есть, я знаю, есть команда людей, по-моему, из университета делают SOM, SOM, SOM язык, не помню, ссылку дам. Вот, как его, Smalltalk, Smalltalk на базе Traffle. Было бы очень интересно сделать какой-то Lisp на базе на базе Traffle, потому что сейчас Clojure можно запускать через JVM. Ну, понятно, да, Clojure через JVM. Но, скажем, этот Common Lisp какой-нибудь прям запускать нативно и обеспечивать интероп, может, было бы интересно. И, в конце концов, как сложно сделать интерпретизатор Lisp? Должно быть, наверное, не очень сложно. Но это требует усилий и это требует как бы сосредоточенного занятия как бы регулярно. То есть, это, скорее всего, в любом случае, это не weekend проект, где ты купил пачку пиццы и Red Bull и сел, и вот, когда ты закончил есть пиццы и Red Bull, у тебя написано что-то, что, как бы, можно там показать в мире. То есть, это скорее не так. Ну, конечно, да. Скорее всего, все-таки несколько недель, допустим, чтобы разобраться, понять. Это все равно гораздо меньше как бы инвестмент, чем писать свой оптимизирующий компилятор и рантайм весь. но это все-таки как бы, скажем, неделя люди. Вот. И с этим мы могли помочь, студентам мы могли помочь. Если кому-то очень интересно, я не знаю точно, как это сделать, потому что у меня уже спрашивали, и я спрашивал дальше у кого-то, и это немножко подзаглохло. Но если есть какие-то студенты в докторантуре, магистратуре, еще что-то, то кому интересно, компиляторы или рантайм или еще что-то, может, мы могли бы приложить тему или в гитаре пообщаться можно с командой, и они бы сказали, вот, это может быть интересно. И здесь на самом деле можно в рамках, скажем, магистровской работы, которая подразумевает под собой там х часов работы достаточно светлого человека, можно сделать какой-то прогресс. То есть можно, конечно, замахиваться на что угодно, но если кто-то может сказать, что ага, вот здесь больше шансов, что у тебя получится что-то вменяемое, то может быть это интереснее. Вот. такие вот планы. Ну, что, хорошие в целом планы, мне кажется, что, вполне понятные такие, логичные поддержка экосистем, расширение, так сказать, большей стабильности там, интеропа и прочих вещей, по-моему, вполне себе. Слушай, ну, мы с тобой, мы так уже под два часа как раз-таки поговорили, мне кажется, обсудили, в общем, основные там все темы, какие хотели, более-менее, да. Я, наверное, предлагаю на этом потихонечку закругливаться, если что-то еще в конце хочешь там пожелать, сказать полезного, интересного, то самое время. Да. Всех с прошедшим Новым годом. Удачного 2019-го год свиней какой-то. Говорят, год свиней должен быть хорош. Вот. Всем, кто не знает про Гральвем, я рекомендую, конечно, познакомиться. Мне кажется, Гральвем как проект здесь останется надолго. И мне кажется, что это одна из самых интересных, я, конечно, баистый и там все такое, но это один из самых интересных проектов сейчас в плане виртуальных машин. То есть, может быть, наряду с различными там васмами и как бы веб-ассембли и еще что-то, если кого-то не так интересует, может быть, браузер, и кого-то больше бэккэнд, то Гральвем это то, что может подложить очень много интересных юзкейсов. И если у вас есть какой-то код, который вы запускаете на одном из поддерживаемых языков, то было бы очень классно, если бы попробовали. Если бы попробовали и сказали нам, что не работает, что работает, потому что мы можем запускать наши тесты бенчмарки только икс раз и твиттер микросервисы в конце конца только икс раз, было бы классно, если бы больше людей попробовали играть вем на большем количестве кода, и мы бы лучше знали, что да, этот подход работает для множества реальных приложений. И да, попробовать сказать, что не так, где улучшить, сказать, где молодцы. Если что-то очень хорошо работает, то нужно тоже обязательно сказать. Это тоже очень важно, потому что команде будет очень-очень приятно. Отсутствие позитивных отзывов, оно всегда это такой момент, то есть сказать, что все плохо у вас, это любой готов и с радостью сделать, а вот похвалить не всегда люди доходят, поэтому не стесняйтесь, не стесняйтесь. Да, похвалить это всегда приятно, и самое главное, что из-за того, что это действительно не самое частое случающееся событие в жизни любого open source и не open source проекта, это дойдет прям самой команде, команда, которая делает, и им будет очень приятно. Ну, отлично, что, Олег, спасибо тебе большое, что пришел, было очень интересно познавательно узнать, как все это работает, надеюсь, нашим слушателям тоже. Друзья, спасибо, что были с нами, слушайте, пишите комментарии, замечания, предложения, пожелания, я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы, Олег обязательно на них ответит, я ему передам. Да, можно писать прямо в Twitter от Шилаев, и я с удовольствием. Все контакты тоже, конечно же, будут в стандартных местах для подкаста. Еще раз спасибо тебе большое, было классно. На здоровье, мне тоже очень понравилось, спасибо большое за приглашение. Все, всем счастливо, пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok